как классно жить на свете для того чтобы жить и радоваться что нужно нужно просто жить и радоваться многие думают что нужно вот это вот это вот это и и смотрите по поводу того чтобы быть счастливым то есть жить и радоваться понимаете вот детям вы заметили замечали что дети они просто радуются жизнь они там не грузится как грузится эти взрослые там не не знаю там не думают о прошлом не думают о будущем имею ввиду что не грузится прошлым и не беспокоиться о будущем они не не там не философствует там то есть они просто просто радуются просто умеют радоваться у них есть это умение им это вот этот кредит счастья кредит радости он он выдается просто так он выдается просто так то есть они они могут радоваться у них это получается автоматом автоматически а вот у взрослых взрослых не так взрослых по-другому мы тоже когда были детьми мы также радовались и даже мы не задавались вопросом почему мы радуемся откуда эта радость мы просто радовались жизни я вообще даже удивился вот недавно был у друзей гостях они только приехали но квартиру и там такое ремонтное состояние дома у них двое детей девочка и мальчик у нас двое детей мальчик и девочка и знаете как вот взрослые сразу начали посмотреть там какие там обои что нужно покрасить что не нужно покрасить что там еще мебели нету как-то вот а дети просто встретились четвером и начали просто играться им по барабану там какие обоим барабану что не сделан ремонт им все равно что там нету мебели они просто радуются и они там игрались и игрались они не зависят только от внешних обстоятельств у них у них самое главное то что их чувство внутри красиво реально из не знаю видите что так много снимаю природу но очень красиво слышно слышно какие-то птички все это видеть еще конечно тут земля мокрая но но уже но уже 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 чувствуется такой здоровый так сказать ведь веяние весны так очень много поваленных деревьев а смотрите а а почему то так 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 устроено что когда мы станем изрослеем мы должны бороться за свое счастье просто так устроено так оставлено богом что мы должны просто научиться быть счастливыми у нас нет такого вот постоянного чувства счастья просто так автоматически у нас это галочка снята знаете как автоматическое или как чувствующая счастье дальше как галочка снят у детей эта галочка стоит по умолчанию у нас это снято и мы сами должны эту галочку ставить сами должны научиться настроиться быть счастливыми вот так все это устроено поэтому вот этому мы и учимся все вместе и и для для того чтобы быть счастливым нужно приложить усилия вот вот нам взрослым нужно приложить усилия для того чтобы быть счастливым для того чтобы быть счастливым нам нужно приложить усилия я иду в гору немножко сейчас я остановлюсь и где как здесь сделано не знаю кто здесь ходит тут смотрите для физкультуры вот есть турник видите как тренажерный зал есть турник тут наверное для чтобы качаться видите такой тренажерный зал для из ну как натуральный такой вот бесплатно заходи тренируйся бицепс и трицепс и классно вообще все люди занимаются спортом тут видите дальше для ног можно можно качать пресс тут параллель опять турник вообще даже не знал про то что это существует вроде бы заходил сюда раньше но давно для баскетбола для волейбола понятно это наверно чтобы лупить это как груши да чтобы лупить хорошо когда нужно будет выпустить пар нужно прибежать сюда и вот лупить по этому месту выпустить пар вы знаете что я хочу сказать в контексте сегодняшнего нашего видео я хочу сказать что чтобы быть счастливым нам нужно просто понять себя и принять себя таким какие мы есть и двигаться дальше конечно двигаться дальше понимаете не то что знаете как принять себя и на этом все я такой какой я есть базар окончен все как сказал саша белый нет мы конечно же должны меняться мы должны работать над собой каждый день на самом деле вот например например что нас что-то в нашем характере нам не нравится и тут еще можно ногами что-то в нашем характере не нравится и некоторые просто как ну я такой и все и оставляет это все как есть и так далее и много есть цитат фраз выражений как просто типа как просто не чтобы его чтобы этого человека никто не трогали и оправдание почему не надо чтобы его трогали и так далее нет нужно конечно же понять себя понять почему мы поступаем так или иначе но принять себя и двигаться дальше работать над собой еще раз привет привет я так буду издалека себя снимать уже сделали замечание что снимаю слишком близко и что в жизни я лучше выгляжу чем на на видеороликах ну конечно же приятно спасибо за комплимент буду так снимать вот на расстоянии руки еще и но я покопался в настройках я там уже настроил так чтобы видео не заканчивался то есть чтобы я мог снимать столько сколько я захочу поменял sd-карту поставил на большую sd-карту то есть карту памяти пом больше так что уже сбоев и думаю что не будет ну век живи век учись осваиваем новую технику без отрыва отдела смотрите я вот хочу поделиться одной мыслью я вот знаете как был на одном тренинге у нас тренинг был почти примерно год назад если я не ошибаюсь или полгода назад просто столько происшествий столько моя личная жизнь жизнь мест настолько насыщена что кажется что прошло очень много времени у меня очень насыщенная жизнь слава богу и не скажу точно когда-то тренинг был но был это тренинг был это тренинг и тренинг был на тему воспитание детей мы были хорошие спикеры были профессиональные спикеры делились об этом опытом и знаете там была в такая интересная мысль вот что которую можно отнести к себе как взрослому и вообще-то можно много было для взрослых я у я учусь правильно воспитывать детей и я постоянно буду этому учиться и я хочу своих детей правильно воспитать я хочу им дать правильное воспитание сделать все возможное что от меня зависит чтобы они просто как говорится получили хороший билет жизнь во всех за всех сферах жизни я хочу быть хорошим отцом стараюсь быть хорошим отцом надеюсь у меня это получается мы с женой стараемся быть хорошими родителями для своих детей потому что это ну одно из самых важных вещей в жизни так вот смотрите там было было речь о том что у нас у каждого человека есть какие-то свои модели поведения паттерны то есть мы как-то вот каждый из нас почему-то когда уже повзрослел он реагирует так или иначе на одну или другую ситуацию то есть у каждого своя модель поведения в какой-то конкретной ситуации и эти модели поведения в нас закладываются еще с детства опыт почему мы реагируем так как мы реагируем например почему мы боимся ну у нас есть какие-то например почему боимся боимся общественности или почему мы боимся там я не знаю боимся мнения общества или контролируют нас чьи-то мнения то есть много страхов много фобий много комплексов которые были заложены еще в детстве и просто если ты человек думающий и ты думаешь об этом и ты хочешь реально в этом разобраться то ты должен понять и вот где корни вот твоего поведения где корни вот твоей реакции и вот я хочу поделиться одним примером своим примером что я понял по себе может кому-то поможет просто когда ты понимаешь в чем причина вот твоих этих реакций поведений тебе ты уже знаете как правильный диагноз это уже по половина лечения ты уже знаешь как дальше двигаться чтобы это устранить посмотрите я заметил по себе что у меня как будто такая манька вот искать конфликты как бы не знаю как бы может быть кому-то покажется ну зазорным это говорить на публике или как-то неудобно но в принципе у меня как есть такое вот я заметил по себе и как мне не стыжусь в этом признаться есть такое вот какая-то маленькая вот какая как бы искать конфликты как будто и я подумал почему вот у меня потому что я почему вот я не могу на просто нормально как бы вести отношения я не имею ввиду что я там что я на иду на войну на войну против кого-то или я состою в какой-то партии и илья по улице иду лезу на рожон чтобы драться я не имею ввиду вот это это может быть у кого-то и так но у меня не так это через чур ну как через чур это из ряда вообще вон выходящего но я имею ввиду вот в плане просто плане отношений плане отношений вот например смотрите есть каким-то хорошие отношения и для меня как-то вот так чтобы все шло мирно гладко для меня как-то это не не нормально надо что-то вот в чем-то человека поддеть в том чем-то человека вызвать в чем-то человеку делать замечание поставить человека на месте слишком остро реагируешь на какую-то критику слишком остро и болезненно реагируешь на какие-то слова и так далее то есть вот такое вот обостренное чувство справедливости хотя без через чур хотя как бы не никто ничего не имел против не имел ввиду вот такого плохого но ты как чувствуешь это так как будто это вот именно плохое это относится к тебе и так далее ты начинаешь как-то оправдываться или как-то реагировать неадекватно и знаете вот что я понял я проанализировал себя я понял что это корни из детства до 9 класса то есть до 15 лет 15 лет своей жизни я так получилось так сложились обстоятельства что я что я просто в своем в школе в дандюшанах я все время был каким-то вот отшельником и всегда воевал с кем-то то есть были очень такие ну вы знаете подростки у них есть такое что они могут заглевать и человека ну почти что до смерти то есть у меня в действии не не выработался механизм просто защита от вот таких каких-то нападок издевок у меня я не мог защищаться от этого речевого наезда физического наезда и так далее и я постоянно был вот таким человеком на которого просто можно было спустить гнев в этом высказаться и так далее и я я замкнулся в себе вот на протяжении то есть ну как вот до 9 класса я вот так замкнулся в себе я постоянно как был белой вороной в классе постоянно был каким-то дизидентом был отшельником и постоянно шел как будто против всего класса то есть мне там не знаю что и это у меня знаете как это у меня самое страшное не то самое страшное то что я к этому привык что-то вошло в привычку вот это состояние конфликтное состояние состояние противостоять противостояния чему-то кому-то всему классу и так далее что это у меня вошло в крови так сказать это у меня вошло в привычку и это стала моей зоной комфорта моя зона комфорта то когда я против кого-то еду я что-то что я отдельно от всех что я отличаюсь от всех что я отдельно что я то есть как то вот так как белая ворона и так далее и что постоянно вот такое конфликтное состояние и для меня это стало зоной комфортно как бы это странно не звучало то есть для меня это стало зоной комфортно и для меня то знаете как когда вот нету вот этих войнушек в разговорах или как-то в поведении или как-то вот такого противостояния для меня как будто это ненормально для меня нормально чтобы было этого противостояния тогда я тогда я начинаю что-то вот для Я начинаю быстрее соображать, шустрее быть и так далее. Для меня это нормально, чтобы было вот так. Я домой шел, я ни с кем об этом не делился абсолютно, я замыкался в себе. То есть я не делился ни маме, ни папе, ни братьям, ни сестре. Я просто замыкался в себе и это держал, ну считайте, на протяжении 15 лет. То есть я не знал вообще, что такое, например, нормально, как построить дружбу с кем-то. У меня постоянно было недоверие ко всем. То есть постоянное было хроническое недоверие. Слава Богу, что я потом, ну через три года я потом учился в лицее. И я уже начал строить какие-то дружбы с ребятами. Мне это понравилось уже как бы на более взрослом уровне. А в 18 лет, слава Богу, что меня встретили ребята из церкви. И в церкви я, будучи уже почти 15 лет, я уже научился доверять людям, научился дружить, строить дружбу с людьми, научился видеть хорошее в людях. Потому что я видел только все плохое, что все плохие. Я научился просто строить мирные отношения. Но не до конца, конечно же, этот процесс, который еще не закончился. И вот смотрите, это дает знать, в моей взрослой жизни это дает о себе знать. В моей взрослой жизни это дает о себе знать. То есть, например, мне сейчас уже 33 года, взрослый дядька. И вот все идет хорошо, мирно, гладко. Нет, я должен какую-то вот бомбу запустить. Либо я запустил, либо я отреагировал на что-то вот глупость. И у нас, получается, такие очень натянутые отношения. То есть, не то, что я говорил, не то, что там с кем-то подрался или что-то такое. Нет, боже упаси. Ну, просто получается вот такая натянутая, напряженность в отношениях. И для меня как бы это нормально. Я начинаю вот, то есть, я чувствую себя в своей зоне комфорта. Но я хочу от этого избавиться. Поймите меня правильно. То есть, я сейчас не рассказываю, чтобы как-то оправдать свои действия. Я хочу, я работаю над собой, чтобы от этого избавляться. То есть, мне нужно научиться, чтобы в моей зоне комфорта были нормальные, мирные, дружеские, доверительные отношения. И чтобы это было длительные отношения. Просто вот это мое стремление к какой-то напряженности, к какому-то противостоянию, оно проявляется не только, допустим, в бизнесе. Оно проявляется и в отношении с женой, и в отношении с детьми, и в отношении с учителями моего сына, и в отношении с воспитателями моей дочки, и в отношении с родственниками. То есть, во всем оно проявляется. Понимаете? Во всем оно проявляется. Я хочу здесь еще одну ремарку сделать, что 9 классов в школе я был отличником, я учился лучше всех мальчиков в классе, то есть я и 4 девочки стали пионерами, или 5 девочек стали первыми пионерами, я успел стать пионером, потому что мы были отличниками. У меня все списывали, я очень хорошо учился, при том всем, что у меня были очень плохие отношения с окружающими, и не только по моей причине, конечно же, но я в то же время учился очень хорошо, я был отличником, я был круглым отличником, если можно так сказать. Моя фотография висела на доске подчета в школе очень долгие годы, то есть многие годы, понимаете, и получается, что так, вот это состояние напряженности, конфликтности, противостояния не мешали мне хорошо учиться, а даже наоборот, может быть, где-то способствовали, чтобы я быстрее соображал, как бы быстрее, как... Это была как бы моя реакция, или как бы моя плата за то, как ко мне относились, понимаете, это был мой спасательный круг, что я хорошо учился. Сейчас у меня просто вот в взрослой жизни, как это проявляется, я должен хорошо зарабатывать, я должен хорошо заниматься бизнесом, чтобы... как бы это как реакция на... на отношения, на вот противостояние, которое чувствую извне. Ну вот, я не буду сильно в это вдаваться, я вот хотел просто этот пример привести по поводу себя, и... я просто хочу сказать, что нужно понять себя, что нужно принять себя, нужно понять себя, нужно принять себя, нужно работать над собой. И проверьте себя, вот, понимаете, вот мы от многих вещей страдаем в этой жизни, и мы не понимаем, что причиной являемся мы сами. Что вот мы вроде бы хотим избавляться от каких-то вещей, хотим поменять ситуацию, но мы не понимаем, что это стало нашей зоной комфорта, как бы эта страна ни звучала. Вот, например, ты устал от бедности, но на самом деле бедность — это твоя зона комфорта. Ты устал от безысходности, безысходности — твоя зона комфортна. Ты устал, там, бороться с маятниками или, там, я не знаю, со всеми препятствиями, но вот эта борьба с препятствием — это твоя зона комфорта. То есть это у тебя в крови вот так себя вести, так себе реагировать и так далее. И ты должен понять это, ты должен проанализовать это, проанализировать, понять, откуда растут корни, выкорчевывать с корнями это все. Это знать, что это длительный процесс, это не просто так, знаете, как взял и сделал, это процесс. Нужно дать себе быть снисходительным к себе и требовательным в меру, но и снисходительным в меру, потому что если ты допустил ошибку, ну ты допустил ошибку, ну что же делать? Ну ты работаешь над собой, ты прикладываешь все свои усилия, чтобы устранить это в будущем. И нужно принять себя таким, какой ты есть. Вот да, я такой, нужно дать себе право на ошибку, потому что я долгое время вообще не давал себе права на ошибку, я не принимал себя. И это не решало проблему, то есть проблема оставалась проблемой. Когда я себя принял, да, я такой, я согласился с этим диагнозом, вот что еще немаловажно, согласиться с твоим диагнозом, что поставь себе правильный диагноз, сам, не чтобы кто-то другой, потому что больно, когда кто-то другой тебе говорит об этом, но сам себе поставь. Ну если друг тебе сказал, то прими это, поставь себе правильный, согласись с этим диагнозом и давай начинай лечиться, принимать это лечение, это курс лечения, лекарства и выйти из этого. Знаете, я сейчас учусь дружить, вот я всем своим друзьям, они про эту ситуацию в принципе знают, ну близкие друзья, и я говорю, я учусь дружить, и если я делаю что-то не так, я прошу прощения, реально прошу прощения, потому что я знаю, что прошу прощения, я знаю что-то, что как это будет, дают о себе знать, это будет давать о себе знать какое-то время. Но я учусь строить хорошие отношения с людьми, и без хороших отношений с людьми ты не сможешь быть просто счастливым, ты не сможешь просто пощутить в своей жизни праздник жизни. И вот сам подумай, сам решай, проанализируй свою жизнь, где твоя зона комфорта, и давай двигаться дальше, давай работать над собой, двигаться дальше, просто чтобы у нас все было хорошо. Чтобы строить нормальные, адекватные, вменяемые, хорошие, здоровые отношения со всеми, здоровые. Вот это все, что я, в принципе, хотел сказать по поводу этого. И я думаю, что кому-то это будет полезно, понимаете. Конечно, кому-то это может показаться, что какой бред там Леня выкладывает на своем блоге. Я понимаю, что есть такие мысли, или могут быть и такие мысли. Ну, знаете, как, каждый имеет право на свое мнение. Каждый имеет право на свое мнение. Я думаю, что кому-то, может быть, это поможет. Понимаете, кому-то это поможет. Потому что для меня, честно, вот у меня есть друг, который тоже был такой конфликтный человек раньше, и он поменялся. Я когда вижу, что есть такие живые примеры в моей жизни, я сам тоже уже стал намного менее конфликтный, чем был, ой, если бы вы меня знали в 15-18 лет. Мама дорогая, хорошо, что вы меня не знаете. Но, понимаете, я вот вижу этот живой пример перед собой, что он изменился, и я верю, что я могу измениться. Знаете, что я использую? Я использую молитву, потому что самый лучший психолог, психотерапевт – это Бог. Ну, реально. И ты идешь в молитве, ты выговариваешь все, что у тебя на сердце, как ты есть, как ты себя чувствуешь, и даешь Богу работать. И принимаешь те уроки от Бога, которые дает, те ситуации от Бога, которые дает. То есть принимаешь его ответы, его лечение. Его там где-то он дает напряжение, где-то он тебя прижимает к стенке, но ты учишься и идешь дальше, слава Богу. Но ты можешь меняться. Вот самое главное, поймите, что все можно изменить. При наличии желания, достаточно сильного желания, все можно изменить. Поставь себе правильный диагноз, проанализируй ситуацию, зри в корень проблемы. Почему ты так или иначе реагируешь? Будь честен перед самим собой. Вот тут не нужно врать, преувеличивать или наоборот преуменьшать. Тут нужно быть честным перед самим собой. Знаете, как есть такой закон, я читал в интернете, закон вселенной, закон Боба. Если у Боба проблема со всеми, значит проблема в Бобе. Ну, так назвали. То есть мы много раз думаем, что проблема внешняя, то есть проблема вне нас, а на самом деле проблема в нас. И дай себе право делать ошибку. То есть вот ты проанализировал, увидел проблему, но дай себе право делать ошибки, потому что ты не будешь сразу идеальным. То есть ты понял и сразу ты изменился. Дай себе право делать ошибки, прости себе эти ошибки, Проси прощения перед теми людьми, перед которыми ты совершил эти ошибки. Но работай над собой и иди дальше. Иди дальше, попроси даже помощи у тех людей, которые прошли через это, которые реально попроси совета, попроси помощи, и у тебя все получится. Я вам, друзья, желаю хороших отношений с Богом, хороших отношений друг с другом, чтобы мы обновлялись так же, как обновляется природа, хотя бы раз в год, чтобы мы полностью обновлялись. Вообще, чтобы мы росли, чтобы мы обновлялись, чтобы мы менялись, чтобы мы росли к лучшему. И до новых встреч на страницах моего блога. Пока-пока. Я вам еще немножко покажу весну. Покажу, как здесь видно. Вот как приятно, что в один ролик все поместилось. Ох, пора, пора путешествовать. Пора путешествовать, пора поехать, увидеть мир, увидеть природу, увидеть красоту этого мира, который Бог создал. Один день, проведенный в других местах, иногда заменяет год, проведенный у себя на родине, у себя на месте. У себя, где ты живешь. Так что давайте работать над собой, мечтать, реализовывать свои мечты и просто радоваться жизни.